Ревизора, как водится, не ждали. Условия хранения, маркировка и даже сами цены проверяющих волнуют все. В магазине на Невельского рейд по просьбе жителя. На телефон горячей линии поступило обращение гражданина о том, что в этом магазине, в котором мы сейчас находимся, неоднократно нарушались его права как потребителя. Кроме того, жалоба на то, что цены очень высокие, особенно на ряд социально значимых продуктов питания. Речка 82 рубля, растительное масло 100, банка кукурузы 93. Насчет завышенных цен покупатель не преувеличил. Магазин находится в жилом районе, вокруг много пенсионеров, есть инвалиды. До ближайшего рынка или супермаркета этим категориям граждан добраться тяжело. Выхода нет, приходится закупаться здесь. Но в процессе выяснилось, в магазине есть проблемы и посерьезнее. При вакууме 20 суток, она же вакуумная. Сейчас посмотрим. Рыбу, салаты и колбасу здесь хранят в холодильнике. Но с плюсовой температурой до 9 градусов. Так ведь можно и отравить покупателей. Что в таких случаях нужно сделать? Нужно заставить предприятия провести исследование всей этой продукции. Если будет по результатам исследования доказано, что она соответствует, ее можно будет допродать. Если нет, она подлежит уничтожению или утилизации. Кроме этого, продавец несет административную ответственность за такие нарушения. Противоположный пример в магазине на Нерчинской. Две недели назад жители жаловались и на высокие цены, и на нарушения товарного соседства. Появились желтые ценники на товарах из социальной корзины. Молоко, крупы, мясо и хлеб. Вот придя в магазин, через какое-то время было видно, что меры приняты. Все было сделано, товар снижен, информация повешена. То есть эти изменения произошли такие кардинальные. Когда администрация магазина идет навстречу, департамент лицензирования и торговли помогает регулировать ценовую политику. Находит поставщиков. И покупатели довольны, и выручка больше. Наталья Ладудько, Денис Семесинов, Панорама. Продолжение следует...